Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Поздравляем всех вас с наступившими новогодними праздниками и уже, возможно, рождественскими. У нас в стране продолжается война, но это не ворует у нас возможности радоваться жизни. И вы должны всегда помнить, что Путин не украдет у нас ни Рождество, ни Новый год. Мы все равно будем жить и праздновать эту жизнь. Мы с вами на канале. Уже можно пошутить, что в прошлом году встречались с одной из ваших любимых ведьм. А у нас их немного. А сейчас со мной на скайп-связи экстрасенс и ведьма Мария Тихая. Мария, здравствуйте. Привет. Мария, рада приветствовать вас. Искренне надеемся, что у вас с новогодним настроением все в порядке. И ваши силы восполнились с приходом 2023 года. Хочется поговорить о важном. Наши зрители прям-таки жаждут услышать ваш расклад и вашу версию, почему же Путин предлагает перемирие в эти дни, в Рождество, 7, 8, 9 число. С какой целью? Есть ли в этом тайный смысл? Как видите вы? Подожди, он, по-моему, предложил на два дня. Да, на два дня. Ну, я так решил с вашего позволения заглянуть и чуть-чуть дальше. Праздник Рождества Христового длится три дня. Они покупали, видимо, неделю. Они подготовили ракетки на праздники. Поэтому им нужно время ракеты подготовить просто. Как вы видите праздник Рождества? Первый, второй, третий день. Каким он будет для Украины все-таки с объявлением этого перемещения? Давай причину посмотрю, да, почему Путин? Ну, смотри, во-первых, то, что на местах, там, где сейчас тут идет война, ну, на местах обострения, скажем так, да, это, то есть Донецкая, Луганская область. То есть он специально это сделал для того, чтобы оттянуть время для того, чтобы собрать туда технику. Видишь, что есть смерть падает с королем мечей? Это именно эта местность, там, где жесткое обострение войны. Так. И плюс ко всему, то, что я говорила ранее, уже они сейчас накапливают ракеты на носители, потому что они после Нового года бухали, им сейчас тяжковато, короче, в работу входить. Понял? То есть какие-то... В чем тайный замысл такого объявления перемирья? Если точно такое же перемирье мы предлагали, когда хотели собрать хлеб, когда было 1 сентября, чего даже далеко ходить на Пасху, наши военные предлагали сделать перемирье временное, но расисты все равно обстреляли, как мне помнится, Одессу, где погибла мама трехмесячной девочки, с девочкой, если я не ошибаюсь. Я помню, да. Ничего такого тайного здесь нет. Я же говорю, то есть, видишь, таймалок по четверке мечей, чисто просто потому, что они ограничены сейчас в оружии. То есть я же говорю, они сейчас накапливают ракеты для того, чтобы обстрелять потом нас, естественно. Они сейчас стягивают технику границам, там, где сейчас заострение всего этого. И плюс ко всему Донбасс и Луганск. Это просто оттягивание времени. То есть я не вижу здесь какого-то скрытого какого-то умысла. Не вижу здесь как бы добра со стороны Путина. Это просто потому, что у них не получилось ракеты собрать, потому что им нужно время. Тут штука просто в другом. Предлагая такое, они же заведомо знают, что Украина и вооруженные силы Украины не согласятся на такое перемирие. Конечно. И потом они скажут в очередной раз, что мы самые плохие. Богохульники и сатанисты, естественно. Что вот такой праздник мы обстреляли. Их базы военные. Как ты чувствуешь информацию о том, что готовятся теракты на территории Донецкой области, на территории церквей? Вполне вероятно. Сейчас посмотрим давай. Ну по ракетным обстрелам пока ничего не снилось, честно скажу. Я вчера о другом канале говорила, что будет тревога, сегодня фейковая. То есть она была уже утром. Ну, до сих пор, по-моему, да? Прекратилось буквально несколько минут тому. Так. Будут ли теракты? Ну да, могут быть точечные. Вот, видишь, с королем жазлов. То есть какие-то подготовки именно идут. Какие-то подготовки идут. Так, Донецк, Луганск. Сейчас посмотрим давай. Ну, я склоняюсь больше в Донецку все же. К тому, что в Донецке, возможно, такие теракты? Да-да-да. То есть какие-то провокации, какие-то заострения будут. Теракты именно ты о чем именно говоришь? Террористический акт с большим количеством жертв, где они скопились с какой-то целью. Ну, а цель сейчас одна. Это Рождество, праздник, все идут в церковь. Мне просто кажется, что там такое постоянно, в Донецке. Ну, не наблюдал за новостями с большим количеством жертв, особенно в праздничные дни. Хорошо. Сейчас давай посмотрю, хорошо. Будет ли теракт, прям, как ты говоришь, да, там, не знаю. В какой-то церкви подорвут ли там, стреляют. К этой теме просто нас как будто готовят в правительстве с постами от должностных лиц о том, что в эти дни нужно быть максимально аккуратным и даже не посещать церкви. Поэтому и спрашивают. Я не скажу, что прям будет что-то такое грандиозное, чего мы не видели ранее. Не скажу. Обстрелы будут 100%, потому что суд падает с рыцарем жезлов и десятка пентаклей. То есть по каким-то массовым скоплениям пытаться они будут стрелять. Но что-то нового такого прям я не вижу. Это хорошо. Это хорошо. Пусть лучше это не произойдет. Пусть лучше это будет просто дезинформация. 100%. А как твои карты видят ситуацию на линии фронта после Рождества? Меняется ли она? Возможно, видны какие-то контрнаступательные действия с нашей стороны? Давай лучше посмотрим сейчас не с нашей, а со стороны Русни все-таки. Ну, чтобы как бы планы наших мальчиков не раскрывать, посмотрим, что Русня планирует вообще. Донецк, Луганск, Харьковская область, Херсонская. У нас очень длинная линия фронта. Я уверена в том, что на наступление русские пойдут на Луганск. Да нет. Смотри, я уверена практически, что на 100%, что они пойдут в Луганске в контрнаступление. Видишь? Рыцар мечей падает с десятками мечей. Это после Рождества, получается. А заострение ситуации, мне кажется, начнется как раз-таки на празднике. Завтра, послезавтра. И видишь карта Луны. То есть какой-то подвох. Мы откроем, посмотрим, что это. Прошу. Ага, я поняла. Короче, наступление на Луганск начнется, знаешь, чего? Придут какие-то новости про обстрел какого-то здания. Вот как раз-таки, возможно, это церковь, храм какой-то. Потому что здесь, видишь, вот башня падает, стерка жезлов. Иерафант. Понял, да? Ага. Будет. То есть они обстреляют какой-то храм, обстреляют какое-то здание. Иерафант просто падает. Я склоняюсь все-таки к храму, к церквям, к собору какому-то. И контрнаступление будет. Но контрнаступление будет какое-то неполноценное, потому что двойка Пентаклей падает и двойка мечей. То есть это какой-то отвлекающий маневр будет, видишь? И он будет, то есть люди, которые там стоят, они половинно пойдут. То есть какая-то определенная группировка. Ну, в ЗСУшнике все это отобьют как бы. Просто предупреждаю сразу, что это будет, скорее всего, после Рождества в ближайшее время. Хочу переспросить, половинно пойдут? Да, да, да. То есть половина того количества, которое готовится? Да, да, конечно. То есть это какая-то провокация будет. Ты понял? То есть это не будет какое-то прям полномасштабное наступление? Это провокация? Может ли быть это вот тем самым обманным маневром? Но тут вот сложно угадать. Обманным маневром для чего? Для того, чтобы попытаться что-то сделать с территории Белоруссии? Или у нас есть горячая еще точка Херсонская область? Давай посмотрим вообще, для чего это делается. Мелитополь, возможно, Бердянск. Для чего это вообще? Блин, то ли какой-то университет, то ли... Ну нет, а к храму склоняюсь все-таки больше, к церкви. Хорошо. Сейчас. Я поняла. Смотри, они на самом деле, оккупируя наши территории, они очень много территории сейчас потеряли. Ты же понимаешь, да? Потому что ЗСО очень хорошо активно двигаются. И возвращают нашу территорию домой. И, соответственно, они хотят, поскольку в Донецке все же сейчас временно, они взяли верх. Это я сразу говорю. То есть я четко вижу, пока у них там победы в Донецке. Они хотят линию фронта выровнять. То есть, соответственно, они хотят у Луганск подмять под себя. Но здесь ситуация сложнее намного. И вот это чисто все сделано для того, что они просто хотят вернуть Луганск к себе, взять под контроль. Понял его? Потому что, что по картам показывают, то есть как раз-таки ЗСО их щимят очень сильно в этом направлении. Донецк наоборот. Донецк тут, короче, они немножко вверх взяли. Они просто хотят выровнять линию фронта и поджать под себя. Вот и все. Хорошо. Видишь, они хотят поражения нашего. Тогда вопрос. Хотят. А как твои карты видят это намерение? Хотят в реализации? Хорошо, давай. ЗСО их отобьет. Ну, 100%. Смотри, ЗСО их 100% отобьют. Причем это будет как-то сделано хитро, потому что карта дурака падает. Это будет сделано хитро. И они их отгонят куда-то подальше, чем там, где они сейчас стоят, к воде. То есть какая-то местность с водой. Так. Дальше. За нее, да? Отгонят, короче, их от сего. Скажи, эти события будут происходить в средине января? Я думаю, честно говоря, что заострение начнется после Рождества уже. Угу. Ну вот. С числа, с числа может... Потихонечку раскрутиться. С числа 11-го. 100% дьявол падает с колесом фортуны и мах. Так. Да, туда. Хорошо. Скажи, у этого наступления со стороны оккупантов есть еще какая-то цель повыше? Или это просто опять забрать временно оккупированную территорию и не продвинуться дальше, не удержать какую-то линию обороны в Херсонской области? Это просто, получается, естественный ход событий сейчас происходит? Или, возможно, подготовка к чему-то еще? Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что у них сейчас... Ну, они очень хаотично действуют, потому что они не знают, что им делать. Там потеряли, там потеряли, там потеряли. И над ними как бы весь мир уже ржет. И, соответственно, для того, чтобы грязь лицом не упасть, они хотят хоть где-то что-то удержать. Поэтому они так хаотично действуют. Честно говоря, я считаю, что вот эти вот все заострения, которые будут, в частности, в Луганске и Донецке, они связаны с тем, что они хотят разместить ядерку. Насколько я помню, Путин хотел в Крыму, да? Ну, да, Крым или Беларусь как плацдарм для провокации с ядерным оружием? Ну, я уверена, что в Крыму они уже доставили на воде носители корабли, скорее всего. Ты считаешь, что в Черном море на кораблях находятся ракеты-носители с ядерными боеголовками? Я в этом уверена. А если подняться немножко выше по разговору, ты говоришь, что хотят опять отвоевать эту территорию Луганской области, для того, чтобы еще там установить какие-то ракетные комплексы с ядерными оружием? Хорошо, мы посмотрим, для чего Луганская территория нужна. Нет, им Луганская территория нужна не для того, чтобы комплексы ставить какие-то ракетные, чисто это просто их владение, то есть они считают, что это их земля. Так же, как и Донецк. Ничего нового. Поэтому это чисто просто борьба. Кто кого, вот и все. То есть каких-то скрытых прям мотивов я здесь не вижу. Все очень просто на самом деле. Закрать себе свое, типа как они считают. А мы можем через карты троп посмотреть те корабли с ракетоносителями ядерными, которые находятся в Черном море. Они там давно находятся или перемещены недавно. Представляет ли опасность? Хорошо, хорошо. Корабли с ядерками. Они в Черном море давно или перемещены недавно. Нет, смотри. Они находятся там, во-первых, давно. Во-вторых, там не полный объем этих ракет. Там их не очень много. То есть это какая-то часть. Небольшая. Так. Но они там находятся, и это уже тревожный звоночек. Ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, это просто для того, чтобы пугать. Хорошо. Есть еще вопрос. Новогоднее выступление Путина. Это не столько выступление гражданского главы в канун новолетия, сколько речь верховного главнокомандующего перед последним и решительным наступлением на главном фронте. Как твои карты видят? Подготовка к мобилизации, которая сейчас происходит. Она действительно закончится всеобщей мобилизацией, новой волной в России, для того, чтобы еще раз попытаться массово пойти на Украину. Ну, смотри, я не меняю своего мнения насчет того, что попытка будет пойти. Мы общались, помнишь, потому что раз про сны. Это мои рассказывала. Поэтому посмотрим, какой будет февраль, начало марта. Ну вот интересно, как карты видят твои мобилизацию, насколько она будет менять еще всякие варианты пространств, и в том числе месяц март. Мобилизация в России будет, 100%. Но она будет, опять-таки, не совсем полная, как они хотят. Так. То есть они хотят, там не знаю, сколько понабирать они хотят. Даже не интересовался, уже давно бросил интересоваться. Она будет не полная. Это все мобилизованные, которые пойдут на фронт? Ну да. Будут брошены прям как... Просто мобилизованных, и их по правилам войны, правилам армии, не посылают сразу на линию фронта. Кто они посылают? Русня? Ну, я говорю по правилам войны, по правилам фронта. У этих ребят понятно, что это работает чуть-чуть по-другому. Просто интересно, что собирают новую волну людей, и россияне все это, что называется, хавают. И никакого восстания мы там... Никакого повстания и не будет. То есть я, в принципе, вчера смотрела этот вопрос. То есть будут какие-то частичные... Ну, вот... Группы людей, да, частично будут как бы выходить. Опять-таки все это начнется с женщин, которые недовольны тем, что мужья и сыновья уходят на фронт. Но сказать, что прям там что-то такое грандиозное случилось, нет. У меня больше надежда все-таки есть на группу вот этих вот партизанов, которые там поджигают. Ты же видел, да? Что-то поджигают, да. Против войны, которые поджигают склады и все остальное. Больше на них надежды, честно говоря, чем на людей. Хорошо. То есть приходит новая волна мобилизации. Россияне склонили голову еще ниже, чтобы не ослепляло их солнышко, их царя. И себе покорно отдают своих сыновей. Давай посмотрим. Хорошо. Давай реакция людей, в общем, мобилизацию. То есть какая она будет. Ну, женщины, я же тебе говорю. То есть это женщины, опять, больше массы. Но опять-таки, видишь, да, массово какие-то будут моменты связаны, там, с повстанием, как ты кажешь. Но все равно это семерка ночей. То есть это именно нестойкое намерение. То есть, знаешь, это люди вышли, постояли, их разогнали, и все. То есть оно быстро будет как бы заканчиваться. Без большого желания. Да. У них нету просто такого духа, как у нас, да, когда мы на Майдан выходили. У них такого нет. И ждать этого тоже, как бы, ну, это глупо. Ну, это да. Это да, ждать такого. Мы не сможем. Мы не сможем в них воспитать, понимаешь, этот дух. Мы не сможем в голову им вбить свою правду. У них она своя. Поэтому ждать чего-то от них, но это глупо. Мы уже даже... Если они могут скинуть своего царька, они могут повлиять на одного человека, который при власти. Ну, мне страшно за них. Даже бросили попытки уже думать о том, что там что-то может измениться. Да, вот и все. Ну, это амебное общество. Не о чем с ними разговаривать, в принципе. Мария, еще буквально пара вопросов. По данным главы разведки украинской, именно в марте боевые действия будут самыми жаркими. Это цитата. В планы входят освобождение территории и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. И про Буданова говоришь сейчас? Да, это прямое заявление главы разведки. Как ты видишь март в Украине? Ну, смотри, Буданова никогда не ошибается, кстати. Ну, это же глава разведки. Он может говорить одно, а потом сделать другое для того, чтобы... Смотри, я просто пока не хочу врать. Почему? Потому что я не видела пока конца войны. Не показывали ни сны, ни видения. По картам я такое смотреть не смотрю, потому что для меня это все, ну, дичь. То есть я больше склоняюсь как бы, ну, к тому, что нужно через видение смотреть, особенно экстрасенсы. Вот. И у меня больше доверия просто к силам, да, которые мне покажут, помогут. Поэтому пока ждем. Насчет того, что победа будет, ну, дай боги, чтобы она была в марте. Все этого ждут, я безумно тоже жду. Но все-таки я склоняюсь к тому, что зимой будет заострение. И не будем забывать о том, что попытка пойти, она будет. Понимаешь, да? Ну, здесь больше, больше я вот так сообщение читаю, что здесь не о попытке пойти на Украину, а наоборот. О каком-то... Нет, 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 я слышала уже тоже своих знакомых информацию, что вот посмотришь, Русня сдастся, там, в феврале и так далее. Ну, хорошо, давай посмотрим сейчас, насколько эти слова правдивы в данный момент, да? То есть как карты покажут. Ты же знаешь, что все мои видения, я все всегда рассказываю вам. Пока я ничего такого не видела. Пока вот ближайшая повестка дня – это ракетные обстрелы и заострение в Луганске, которое будет. Так, Россия в марте отступит. Ну, блин, мне кажется, мне карты показывают сейчас просто мое желание, понял? Угу. То есть показывают принц-умир, показывают шестерку мечей. То есть есть такая вероятность, и карта правосудия падает в конечном итоге. То есть может такое быть. Может такое быть что? Что она отступит. В феврале месяце и в марте? В феврале и в марте, а я про март сейчас не говорю. Интересно, но… Честно говоря, я все равно, я картам особо сейчас не доверяю в этом плане. Почему? Потому что я могу считывать свои какие-то эмоции и желания. То есть я все равно склоняюсь к тому, что еще будет заострение. И вот в любом случае карта солнца падает. То есть победа должна быть, знаешь, вот в теплое время года. Это стопроцентно. Это стопроцентно. Это стопроцентно. Посмотрим позже. Хорошо. Потому что пока никаких видений не видела. Только буду видеть, сразу скажу все. Спасибо тебе. Спасибо за… Подожди, не забываем просто еще, Леш, про мой сон, про косу, которую я говорила. Помнишь, я рассказывала? Напомни, пожалуйста. Ну, когда я шла по косе, я видела с одной стороны воду, с другой стороны парк аттракционов, спуск на пляж. Помнишь? Да, это мы предполагали, что это может быть Бердянск. Вот. И мне там писали Кенгурска, писали Федотова, коса и так далее. Но это как бы теплый период времени, когда люди уже купаются. Поэтому смотрим, как оно будет деоккупироваться все. И будем потом сопоставлять, анализировать. Хорошо? Хорошо. Потому что для того, чтобы войну закончить, нужно, чтобы они отошли. Хорошо. Со всех точек, понимаешь? Да. И Луганска, Донецка тоже. Потому что не будет такого, что, знаешь, мы вернемся к 2014 году. Нет. Это должно быть полностью. Они отошли отовсюду. И даже немножечко дальше. Конечно. Еще и свои территории заберем. Белгород. Кубань и так далее. Хорошо. Хороший план. Есть еще один вопрос про очень одиозного человека. Евгений Пригожин хочет захватить Бахмут с целью контроля сольных и гипсовых шахт. Такое сообщение было в сети. Как видишь ты, как видят твои карты, в принципе, амбиции Пригожина сейчас? Что является главным для него? Власть, деньги, победа на фронте. Ну и, может быть, он хочет как-то подсидеть Путина. Хорошо. Как вопрос формулировать правильно? Планы Евгения Пригожина на ближайшее время. Его цель. В чем его цель в ближайшее время? В каком направлении именно? Деньги, власть или же фронт. И взятие армии под свой контроль. Я тебе так скажу, у него здесь полная каша. Ему и земля важна от того, что императрица падает. Для меня императрица – это земля. В частности, наша материнская, родовая. Понятно, что для него он считает, что Донбасс его, Луганск его, все его. Ему важна земля, плюс ему важны деньги очень сильно, потому что он считает, что при помощи денег он налаживает связи. Видишь? То есть падает двойка кубков – это именно связи. И шестерка фентакли – это помощь, взаимопомощь, причем финансово выгодная. Так. И плюс ко всему, да, для баланса. То есть карта мира падает, пятерка жезлов – победа. То есть победа и баланс в войне. Ему все важно, в общем. И финансовая часть, и победа ему важна, и связи вот эти вот. А связи для чего нужны? Для того, чтобы вылезти повыше. Помнишь, ты говорили в прошлый раз с тобой? Мы там его обсуждали, по-моему, с тобой, да? Насчет того, что он хочет скинуть этого Суровикина. Да, был такой разговор у нас. Но тут еще появилась после новогодних праздников инсайдерская информация, что Пригожин очень фамильярничает с Путиным, называет его «Володя» на «ты», а Путин ему покорно, просто покорно кивает. Интересно просто, насколько увеличивается власть этого человека над Путиным, потому что тот, Пригожин, руководит частной военной компанией, которая наступательные действия проводит. Увеличивается ли власть Пригожина над Путиным? Ну да, у них как бы отношения хорошие здесь. Тип пока. Боже, тут такие падают карты, тут с кубков падают. Что за... Прям эмоции. Ну смотри, Путин его обогащает, по сути. Девятка кубков падает, видишь? То есть совместная работа по умеренности. И Пригожин, по сути, владеет, я так понимаю, там, не знаю, компаниями, организациями, бизнесом каким-то определенным. Путин его обогащает. Естественно, Пригожину... Не видно ничего. Пригожину, естественно, выгодно. А ты еще мне спрашивал, для чего это, типа, или что? Ну, я интересовался, увеличивается ли власть Пригожина над Путиным. Не поняла. Потому что сейчас... Ну, сто процентов, смотри, если он эрофантом здесь падает для Путина. Ну да. И перед этим же падали связи. Он же налаживает связь, для него это важно. И еще небольшой вопрос. Действительно ли Пригожину важны для бизнеса, для заработка земли под Бахмутом, за которые идут бои? Сейчас посмотрим. Смотри, да, действительно, то есть для Путина, в глазах Путина Пригожина шестерка жезлов падает, тройка копков, то есть дьявол. То есть для него Пригожин тот человек, с которым он победит в войне. Он, правда, его слышит, слушает. То есть Пригожин имеет влияние на Путина, это правда, да? Вместе подбухивают, я так понимаю. Тройка копков – это вообще карта как бы празднования чего-либо. Победы, празднования. Здесь прям хорошо, для чего Пригожину нужен Бахмут на самом деле. Ну, ты правильно сказал, почему, потому что здесь какой-то механизм, смотри, то есть сразу колесо фортуны падает, какой-то механизм. И колесница. Что-то он говорил, он что-то хочет добывать или что? Ну, ему интересен этот регион просто, чтобы получить контроль над шахтами, где добывают соль. Да, механизм, видишь, падает. То есть это какой-то процесс, и карта башни падает. Ну, это правда, да, ему нужно. А какой мотив получить этот механизм? Хорошо, какой мотив получить эти шахты? Для чего ему нужны? Ну, это, смотри, во-первых, это заработок, да, то есть делка Пентакли падает. Десятка Пентакли. Даже не то, что заработок, это бизнес. Нехилый такой. Это раз. И два. А, я поняла. Ясно. Короче, не знаю, может, что новенькое, я скажу, может, нет. Ему нужны выходы под землей. Десятка мечей с магом падает. Карта Силы. Карта Смерти. Ему нужны выходы под землей. Очень интересно. Выходы, прям как выходы, как ходы под землей? Да, да. Вот для чего ты же сам понимаешь? Для того, чтобы идти. Шнырять под землей по Украине. Угу. Иметь доступ. Или же наоборот, кому-то помогать выйти. Ну, или типа так, да. То есть четко, видишь, смерть, это 100% прямо смерть. Это то, что под землей находится. То есть ему нужно вот бабло, понятное дело, отмывать. Но ему нужно прям... Интересно, кстати. Я не ожидала такого ответа. Угу. Да. Хитрый чувак. Я тоже не ожидал такого ответа. И это, ну, порождает... Объясняет. Это все объясняет на самом деле. Или еще заставляет развести руками и задаться еще вопросами. Неужели частная военная компания целого государства, которые сейчас воюют и умирают там просто для того, чтобы обеспечить какому-то человеку возможность заходить и выходить беспрепятственно на территорию страны? Вот это странно. Это правда 100%. Потому что мы только что обсудили. Да, необычно. Нужно об этом подумать. Но информация правда интересная. Мария, спасибо большое. Ну смотри, давай тебе прибью, извини. Стерка мечей. Опять-таки движение под землей. Ну... Движение под землей. Может быть там что-то кроме какой-то соли и гипса находится? Мне кажется, дело не в этом. Нет, смотри, там падал бизнес, падали деньги. Но мне кажется почему-то все-таки, что это нужно для его вот этих вот вагнеровцев завербованных. И нужно что-то прям... Какие-то выходы, короче, ему нужны. Ну этого в принципе достаточно, правда. Выходы для того, чтобы задуматься, для чего эти выходы и такому человеку нужны. Спасибо большое за время и усилия. С нами на скайп-связи была Мария Тихая. Если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях. Если же у вас возникло желание связаться с Марией, мы все ссылки оставим под этим видео. На этом пока что все. Оставайтесь с нами. Мы дальше продолжаем следить за развитием событий. Увидимся в следующих видео. Все обязательно будет хорошо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова